Вовлекательная работа. Я хочу, чтобы вы были активны и смело отвечали на все мои вопросы. Поздравляю тебя! Итак, сегодня на уроке нас с вами ждет атмосфера праздника. Угнёмся в атмосферу праздника, а вот такого давайте попробуем услышать из музыки. Субтитры создавал DimaTorzok Поздравляю тебя! Поздравляю тебя! Поздравляю тебя! Итак, мы с вами прослушали песни в исполнении Ксении Сидней. Скажите, о чем была музыка? О весне. О весне. Кто еще что услышал? Смелее. О каком-то празднике. О каком-то празднике. О празднике в каком? Масленице. К примеру. Например, может быть. Скажите, пожалуйста, какие вам известны народные праздники, обряды вообще? В любое время года проводятся. Ковярки. Купала. 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 Ну, скорее. Ксюша тоже называла. Масленица. Масленица. Как вы считаете, к какому из этих трех праздников подойдет наша песня? К Масленице. К Масленице. Совершенно верно. Ну, сегодня мы с вами будем знакомиться с белорусским народным обрядом гуканье весны. Итак, тема нашего сегодняшнего урока – музыка в народных обрядах в обрядах гуканье весны. Я хочу, чтобы по мере нашего занятия вы заполняли нашу доску карточками, атрибутами нашего праздника. Итак, гуканье весны – это исходный белорусский праздник. Как вы считаете, для чего вам нужно с ним знакомиться? Кирилл? Чтобы узнать, когда придет весна. Чтобы узнать, когда придет весна. Еще. Можно задержать? Чтобы проводить сегодня и состоять весну. Ну, мы ведь могли и с Масленицей познакомиться, а мы добавимся в гуканье весны. Для этого? Чтобы весна быстрее пришла. Подсказка – исходный белорусский праздник, белорусская народная традиция. Нигде больше его не отмечают. Почему мы знакомимся с этим праздником сегодня у Яны? Ну, мы зайдем весну, чтобы она скорее… Где мы с вами живем? Мы с Белоруссией. Нам важно знать наши праздники? Да. А для чего нам это нужно знать? Закричать во время. Смели. Можно быть так сказать белорусам, чтобы это жить? Чтобы быть белорусам. Нам нужно знать, как жили наши предки. Вы согласны? Да. Согласны. Итак, зная тему нашего сегодняшнего урока – музыка в народных обрядах в обряде гуканье весны, как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься? Гуканье весны. Гуканье весны. Совершенно верно. Цель нашего сегодняшнего урока – познакомиться с особенностями и традициями обряда гуканье весны. Итак, гуканье весны – это очень красивый праздник. Он яркий, красочный. Заканчивается зима, приходит красавица весна, и вот у белорусов она отождествлялась с образом богини красоты Лады. Вот для того, чтобы Лада пришла на землю, ее нужно было позвать за гуканье. Гукань с весны начинали девушки. Они выходили в деревню на какое-то возвышенное место, обращались к лесу и пели песни про весну. Как вы думаете, как эти песни могли называться? Желомочные песни. Не само название песни. Знаете? Веснянки. Веснянки, Кирилл. Кирилл молодец. Песни Веснянки. Они так и назывались. И вот, характерной особенностью песен Весняна было то, что в конце куплена, либо в конце песни все делали. Гуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Весну нужно было затанцевать. Для этого в отделе это работа, опять же пели песни. В руках у девушек были птички. Во время песен их подбрасывали вверх. Для чего? Чтобы зима улетела. Зима улетела. И что это символизировало? Солнце. Смиряй, смиряй, смиряй. Прилет журавей. Прилет журавей, прилет птиц. Мы выбрасывали птичек вверху. Птичек пели из соленого теста. Либо могли делать из любого подручного материала. Представьте, мы сейчас с вами не в городе, а в деревне. В деревенской хате живем 100 лет назад. Что у нас могло быть? Из чего мы могли сделать птичку? Солома. Сено. Смиряй. Из дерева. Из грины. Из теста. Это я сказала. Совершенно верно. Итак. Красавица Весна приходила. Мы ее ждали. Приходе Весны. Праздник был красочный, яркий и музыкальный. И значит на нем было много чего? Музыки. Было много песен. Вот я вам предлагаю сейчас познакомиться с песней Веснянкой. Пожалуйста, возьмите текст. У вас на первом листике лежит текст. Я вам пою, вы следите за словами. Жавороночки. Жавороночки приятите. Весну красную принесите. А зимочку заберите. Бо зимочка надоела. Нам хлебушки переела. У-у-у-у! Жавороночки, приятите. В землю матухну обудите. И дожжиком напоите. Как травочки нарастила. Как воликов накормила. У-у-у-у! Жавороночки пролетите, теплой лети, ковры несите, как соника засветила, как снег белый растопила, как садики расхветила. Скажите, есть ли текст, который вам непонятный? Что-то нужно перевести, слова в текст? Все понятно? Все понятно. Тогда мы можем перейти к изучению текста. Мелодия и ритм был простой, потому что сочинял песни кто? Ритм народная песня. Не я, сочинял песни народа, это была русская народная песня. Если бы это было авторское произведение, мог бы быть сложный ритм. Вы все играете на музыкальных инструментах, вы мне уже рассказали наверняка, знаете много ритмических фигур, а здесь все просто. Восьмые и четверти чередуются друг с другом. Все просто, простая мелодия, повторяется и ритмический рисунок. Сейчас мы в ритме читаем первый куплет. И тихонько хлопаем, вы за мной повторяете. Жаворья, жавороночки, приятите, весну красную принесите. Вы? Жавороночки, приятите, весну красную принесите. А зимочку заберите, вы зимочка надоела, нам хлебушки пероела. Вы? Жаворья, жаворья, вы? А зимочку заберите, вы зимочка надоела, нам хлебушки пероела. Замечательная принесите. Гу-гу. Прекрасно. Вот такой вот ритмический рисунок. Наша задача позвать кого? Весну. Весну? Вогиню? Ладу. Богиню Ладу мы должны позвать. Для того, чтобы богиня Лада услышала наше пелье, оно должно быть красивым. Вы согласны? Выразительным. У вас у всех лежат на столе карточки. Солнышко, я могу. И все знаю. Тучка, я могу, но сомневаюсь. Вилы вы можете спросить, почему. У нас с вами народный праздник. Потому что вилами люди выполняли какую работу? Тяжелую. Тяжелую. Мне тяжело. Я не могу справиться с этим заданием. Скажите мне, как вы думаете, вы сможете справиться с заданием выразительно исполнить песню? Карточки? Хочу видеть карточки. Смелее, 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 смелее. Выбираем. Каждый думает за себя, на соседа не смотрит. Каждый думает за себя. Хорошо, я увидела. Положили, пожалуйста. Итак, пробуем знакомиться с мелодией. Жавороночки, прилетите, весну красную принесите. Браво! Жавороночки, прилетите, весну красную принесите. А зимочку заберите, бо зимочка надоела, нам хлебушки переела. Попаем. У-у-у! Сколько вектора купли? Жавороночки, поймите. И. Жавороночки, прилетите, за любом тухну облудите. И дождикам напоите, как травочки назастила, как воликом накормила. Жавороночки, прилетите, за любом тухну облудите. Жавороночки, прилетите, за любом тухну облудите. Скажите, как мы это можем сделать? Какие средства музыкальной выразительности мы можем использовать для того, чтобы наша песня стала выразительной? То есть мелодию, да? Есть выразительная мелодия, Элизабет? Лицо менять. Где у нас есть такой текст, где мы можем поменять наше лицо? Из того, что мы сейчас пели. Посмотрите второй показатель. Какая строчка здесь будет соответствовать моему лицу? Я попросила. Роман, как травочки. А я хотела, чтобы вы видели землю матухну облудите. Попробуйте выразить на землю матухну облудите. Хорошо, скажите, если мы будем петь в темпе, нас весна услышит? Нет. А если мы будем петь на форте громко, она нас испугает или нет? Нет. Может и нет. Ну а голос наш не сорвет, если мы будем кричать? Нет. Если мы будем петь в темпе, то нет. Да. Хорошо, в какой вы динамике предлагаете петь? Форте, пиано. Мэте пиано, мэте форте. Мэте форте. Мэте форте, хорошо. Если мы будем петь в темпе, а даже умедленно, жавороночки, прилетите. Будет темп соответствовать характеру музыки? В каком темпе мы должны петь? Предлагайте. Темп. А темп бывает веселый и задорный? Это характер музыки веселый и задорный. Темп. Быстрый, медленный. Быстрый. Жавороночки, прилетите. Земля матов. Попустите. Согласна? Нет. В каком темпе выбирайте темп? Умеренный. Умеренный темп. Итак, мы с вами определили, что мы делаем фразу. Для того, чтобы сделать фразу, мы какие-то слова выделяем. Правда? Чтобы наша мелодия была выразительной. У нас с вами красивое лицо. Да? Особенно, когда мы просим землю матов облудить. Мы поем в умеренном темпе и в динамике мэте форте. Согласны? Да. Хорошо. Третий куплет. Пробуем спеть. Вот совсем с тем, что мы с вами сказали. Прочитали сначала. Пробуем. Жавороночки, прилетите. Топлолетико принесите. Об соника засветило. Об снег белый растопило. Об садики рассветило. Ну, возьмите салат, друзья. Простите какие-то слова, пожалуйста. Вы будете меня видеть, я вам буду ударение показывать. Одним кладом. Одним кладом на меня. Итак, пробуем последний куплет. Жавороночки. Пробуем. Жавороночки, прилетите. Топлолетико принесите. Об соника засветило. Об снег белый растопило. Об садики рассветило. Об садики. У-у-у-у. Хорошо. Положили тет. Вы обратили внимание, что мы поем без фортепиано? Да. А как думаете, почему? Раньше не было так. Молодец. Фортепиано. Раньше в деревне наших бабочек и дедушек не было. Но у них ведь могли быть какие-то музыкальные инструменты, которые они делали сами? Погли быть или нет? У вас на столе музыкальные инструменты. Мы сейчас усложним наши задачи. Вот все музыканты. Мы сейчас попробуем сделать ритмический шумовой оркестр. Только помните, что пение у нас главное. На форте мы не играем. Берите музыкальные инструменты ваши. Пробуем первый и второй куплет. Петь и каждый какой-то ритм. Итак, пробуем, пожалуйста. Для реальности многое Fiutu в мост. Часто он или и советринику. د. Под prettierством солнеч 68 янcky, daha театры дождевам. Св Häni. Ух, я сер. Т archiv. Уу-у-у-у-у. Прекрасно. Положите музыкальные инструменты. Возьмите карточки, уровень психиологии, корюки�� умтем gjorde все. У вас есть выразительно. вы справились с задачей, каждый сам за себя думает Тимофей быстрее, я справился, я сомневаюсь, я не справился Тимофей сомневается, ну у нас больше два класса справились, но кто-то все-таки еще сомневается, а наверное потому что мы пели первый раз, правда, пускайте карточки для первого раза, я хочу сказать, что вы молодцы Тимофей, иди ко мне, выбери, пожалуйста, ту табличку, которую мы можем прикрепить на доску, вот лежат, выбери отсюда, что мы сейчас делаем, выбирай, прикрепляй, пожалуйста Мы с вами пели песни Веснянки, их очень много, мы спели только одну, такие самые популярные слова песни Веснянки, такие «Весна красна на увесь свеет» И мы будем делать, допустим, такая «Весна красна на увесь свеет» Пробуйте! «Весна красна на увесь свеет» Люди танцевали? «Весна красна на увесь свеет» «Весна красна на увесь свеет» «И для чего?» «Посеется на увесь свеет» «Кирилл сразу нашел ответ на мой вопрос Для того, чтобы посеять новый урожай, ведь мы с вами сейчас идем в магазин, захотели суп сварить Мама захотела. Пошла, купила картошку, капусту, морковку, мясо, чтобы суп был вкуснее, да? Что еще купила? Ну, смекану. Ну, смекану заправить. И мы не задумываемся совершенно, где мы это берем. Мы пошли и купили. А раньше люди? Да. Сами все это делали. Итак, у меня для вас следующее задание. Сейчас вы будете слушать две обрядовые песни. И смотреть видеоряд книги. Ваша задача максимально увидеть и услышать. Для того, чтобы ответить на мой вопрос, какая же из песен будет относиться к нашему обряду. Внимание. ПЕСНЯ Я ничего не спросила. Слушаем вторую песню. А что ж ты там пренесла? ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Итак, у меня к вам вопрос. Какая из этих песен относилась к обряду «Лука небесные»? Улянка, пожалуйста. Я думаю, что вторая, потому что первая отвечает «Масленница», а вторая – «Полезная». Так, во вторую песню вы согласны? Да. Почему? Я спрашиваю про вторую песню. Вы согласны, что во второй песне? А почему, по какому признаку вы играли? Привет. Привет. Очень красиво, вы в тушке. В тушке вы, Сергей, что еще увидел? А, ну, я увидела, что вот они, ну, вот, как перли, вот вы рассказывали, что они перли этих птичек, и они потом их, как бы, ну, как бы запускают. Так, запускали. Что вы слышали в музыке? Рома? Го-о-о, я знаю. Го-о-о, особенность белорусской песни Леснянки, да? Гугали. Кирилл, ой, Рома, ты от них, давайте, пожалуйста, перегасочку, повес на плоско. Прикрепим. Ну, про что ты только что сказал? Да, совершенно верно. Совершенно верно. Итак, а вот вариант, было по варианту второй песни. Кирилл сказал, что это было? Калятки. И Сергей сказал, что это была? Масленица. А, кто сказал? Ульянка. И, как вы думаете, все-таки, какой был вариант? Калятки. Вы знаете? Калятки. Калятки. Почему? Ксюша, а почему калятки? Это нам предлагается оказать символ. Самый главный символ. Самый главный символ каляток. Совершенно верно. Итак, сейчас я вам предлагаю самим попробовать сочинить ритмическую веснянку. Предлагайте мне слова, которые могут быть в ней. Мы будем хлопать. Предлагайте слова, сочиняйте. Какие могут быть слова? Песни веснянки. Смелее. Весна. Весна. Еще. Весна. Ву. Красная, красная, еще. Соленька. Соленька, еще. Житая уполина. Житая уполина. Привет, что мы делаем с весной? Гу. Угу, уже говорили. Красная, красная. Ну, что мы делаем? Ее просим что сделать? Мы просим, чтобы вода растала. Пришла к нам. Итак, мы можем выбрать слова. Весна красная, согласны? Да. Приходи. Согласны? Вукать будем? Итак, ваш ряд хлопает. Вясно, красно. Пробуем. Вясно, красно. И говорим те, ваш ряд хлопает. Приходи, приходи. Пробуем. Приходи, приходи. Вы будете вукать. Вукс, вукс. Итак, сейчас мы хлопаем по очереди. Пожалуйста, начинаем. Красно, красно, красно. Приходи, приходи. Приходи, приходи. Приходи, приходи. Вукс, вукс. Усложняем задачу. Будем хлопать все вместе. Следите за моей. Я буду показывать, какой ряд включается, а какой ряд выключается. Следите за рукой. Если я показала вам выключиться, значит вы не хлопаете. Тебе внимательно. Начинаем, пожалуйста. Вясно. А я вполне обращалась. Ясна, 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 проходи, приходи, 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 приход Прекрасно. А теперь мы можем сделать шумовой оркестр. Мы сейчас еще усложним вашу задачу. Верите музыкальные инструменты. Все будут в своем ритме говорить текст. Ожидательно. И хлопать в ритме текста. Пожалуйста, начинаем. Готовы? Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, как мы об узнаем, что места пришло? Начинается солнце ярче светить. Солнце начинает ярче светить, Сережа. Капель. Капель. А нам приходит, Сергей. Птицы прилетают. Птицы прилетают, конечно. Не говорите, сидите на местах. На деревьях появляются почки. Изабель. Цветы распускаются. Снег начинает. Снег начинает. Прекрасно. Итак, сейчас я вам предлагаю сделать птичку для обряда. Обратите внимание, у вас на столе лежит фигурка птички. Но это ведь не птица? Нет. Чего мне не хватает? Крылья. Крылья. Наша с вами задача нашу птицу окрылить. Берите цветной лист бумаги, который у вас лежит. Посмотрите внимательно. Чтобы наши крылышки потом вставить в птичку, мы загибаем небольшой кусочек пальчиками. Проводим. Переворачиваем. Пристёкок, пожалуйста, ногтиками, пальчиками. Вот так вот проводите, чтобы загнулся листик. Переворачиваем и делаем гармошечку. Смотрите, что должно получиться в итоге. Посмотрите. Должна получиться гармошечка. Мелкая гармошечка. Вот, переворачиваем. Пальчиком проводите, чтобы наша гармошечка была упугая. Мелкая гармошечка. Мелкая гармошечка. Паршивая гармошечка. Мелая гармошечка. Элизабет готовит гармошечку, кто готов посмотрите, кто не готов, все равно посмотрите. Крылышки вот в нашу дырочку вставляем в гармошечку и делаем красивое крылышко, расправляем. У нас получилось. Такая белая птичка. Пожалуйста, делайте. Элизабет, деков, иди ко мне. Мы будем вспоминать. Делайте, вспоминайте, какие же птицы к нам прилетают. А вы говорите. Жаворные. Жаворные. Ласточки. Ласточки. Еще. Врачи. Врачи. Еще. Уси. Уси. Сережа. Сидицы. Сидицы. Перелетная птица. Нет. Нет. Сидицы. Перелетная птица. Нет. Украшайте нашу ложку, пожалуйста. Все готовы. Журавлики. Еще, пожалуйста. Картинки весны. У нас весна вес приходит. Давайте украшаем новую ложку. Все готовы. Сидицы. 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 Украшайте нашу ложку, чтобы у нас был разний. Сидицы, щи. Сидицы. Сидицы. Всем заканчивается, да? Вика помоги соседу. Помоги, помоги, помоги. Справится, чтобы не драчное время. Даша помогите Макфею. И так мы вспомнили перелеты птиц, посмотрите, они к нам прилетели, прилетели перелеты птиц, у нас с вами тихо есть, какой мы атрибут можем повесить, на доску прикрепить? Здесь у нас есть песни-веснянки, мы их лукавим, что еще мы можем прикрепить? Таня, иди выбирай, выбирай, иди выбирай, прикрепляй, пожалуйста. Пожалуйста, прикрепляй, вот они нам красиво отчутся, давай мы сюда сидим, чтобы они не дают работу. Все, все готовы? Прекрасно. Итак, мы с вами на уроке знакомимся с особенностями обряда духа невесны. Мы уже узнали, что во время обряда что делают? Поют песни-веснянки, танцуют, птицы пускают, лукают. У нас с вами птицы есть? Есть. Вы самые известные слова в песне «невесная красная» знаем? Да. А хотите мы попробуем проэссценировать прагмент обряда? Да. Тогда мальчики, три человека, три человека. Пожалуйста, обратите внимание, у нас стоит дерево не просто так. Мальчики, хотите убрать все наше дерево? Девочки, подойдите ко мне, мы сейчас быстро с вами поможем. Три мальчика, три мальчика, остальные мальчики будут шумовой. Девчонки, значит помогаем соседу завязывать. Помогаем соседу завязывать. Берем, берем партнер. Берем партнер. Берем партнер. Учеркнушки. Опустите, пожалуйста, положите. Уходите на мой дом. Вдем, вдем. Вдем, вдем. Вдем, вдем. Берем партнер. Девчонки, мыσαν, мыσε колесы. Удем, дерем, дерем. Вдем, дерем, дерем. Вдеваемся вот так, чтобы мальчик был у нас в окрочной грамме. Смотрите, давай, давай. Хоп! Держи, держи. Я хочу возникать, берег. Остальные мальчики у нас будут шумовым орбестом. Мальчики, делайте место нашего обряда красивым. Мальчики, делайте место нашего обряда красивым. Вот, девчонки, как настоящие девушки пошли в зеркало, чтобы вы... Вы решили, что вы упражаете девушку. Вот, я вырву, я вырву. Да, она вязала в зеркало. Девочки, берем птичьи. Девочки, берем птичьи. Девочки, берем птичьи. Девочки, берем музыкальные инструменты. Девочки, берем птичьи. 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 Жарна открыта, пробивает ничьи, Жарна, жарна на ухе креет. Прикрасно. Садимся прямо назад за твоей партнер. Музыкальные инструменты кладем на стол. Итак, мы с вами литерок, знакомимся в белорусском народном обряде. Каким? Каким? Букалят. Букалят. Сейчас я хочу, чтобы вы взяли карандаш. У вас на столе лежит таблица самооценки. И я хочу, чтобы вы ответили на вопросы, которые там есть. Вы оцените, пожалуйста, свою работу. Плюс. Что? Я сейчас скажу. Плюс. Я знаю, я могу. Минус. Не могу, не знаю, не получается. Полплюса. Знаю, сколько рисуется? Да. Прекрасно. Полплюса могу, но все-таки немножко сомневаюсь. Заполняйте. Спасибо. 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 Тимашка, я тебе желаю хорошего настроения. Спасибо. Смелей, пожелай Тимофееву. Спасибо. Говори теперь погромко, чтобы мы слышали. Здоровье. Тимофей. «Хороший будет. Хороший будет воздух. Так, я...» «Анёй, теперь давай ложь, хороших оценок, своё. А ну-ка ты дай свою. Самого наилучшего в жизни». «Хмин-ка, желай дай дай. Дай. Желаете то, чего вы хотите для себя. Не просто чего-то, а вот чего вы хотите, чтобы мам пожелали. Смелей. Смелей. Смелей, 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 смелей. Смелей. Удачи! Удачи! Давайте энергичнее! Всего что захочешь! Дай свою птичку, Ксюша! Уважение от людей! Уважение от людей! Свою птичку! Хорошая процента! Здоровья! Рука желает! Хорошо! Уважение от людей! Свою птичку! Все мечты желают! Хорошо! Здоровья! Свою птичку! Счастья! Поведение! Поведение! Здоровья! Исполнение желаний! Поведение желаний! Здоровья! Здоровья! Кирилл! Поступление в дикназию! Поступление в дикназию! Прекрасное желание! Счастья! Здоровья! 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 Мне было с вами приятно познакомиться! Вы очень активные, любознательные дети! На память вы можете забрать в нашей уроке себе птичку! Урок окончен! Спасибо за работу! Девочки, мы можем! Спасибо!